Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Майя Хамдохова. Торгово-промышленная палата Карачаева-Черкесии и Центр «Мой бизнес» организовали бизнес-кемп для социальных предпринимателей Республики. Площадка собрала почти 30 специалистов из различных сфер, которых объединяет желание развивать социально ориентированные проекты. Необычный формат мероприятия позволил участникам прокачать профессиональные навыки, познакомиться с коллегами и обменяться опытом, лучшими практиками, инновационными идеями и технологиями, которые могут ускорить достижение социальных изменений. Напомню, 16 предпринимателей Карачаева-Черкесии в этом году впервые получили статус социального, а 27 подтвердили статус, полученный в предыдущие годы. Кроме того, для социальных предприятий предусмотрены особые меры государственной поддержки. Безопасность на дорогах. Участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение правил как водителями, так и пешеходами в равной степени равны. В целях снижения количества аварий на дорогах сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии проводят профилактические мероприятия. Очередное по теме «Пешеход» провели в Усть-Джигуте. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Мероприятие «Пешеход» проводится в госавтоинспекции в целях повышения культуры пользования пешеходным переходом. Серьезно с темы понимают не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. С детства через личный пример родителя учатся осторожности и вниманию на дорогах. С детства мы учили, как переходить дорогу. Переходят, когда становятся машины, и надо переходить дорогу. Важно переходить дорогу через пешеходы, потому что это специальное место, чтобы переходить. Ты должен сначала садить с велосипеда, посмотреть по сторонам, и вот тогда только переходишь. Меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился садить в пять. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом. И вот я учил понемножку правила дорожного движения. На территории республики уже за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 17 человек получили ранения различной степени тяжести. И два человека погибли. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранения различной степени тяжести. Находится сейчас в администическом учреждении. Аварий на дорогах с участием пешеходов можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике, большинство ДТП происходит из-за их нарушения. Садясь за руль автомобиля, мы в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения. Но также правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте. Даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. Даже сейчас поставили светофоры, которые вот с кнопочками. Они их не нажимая бегут. Это очень большая проблема. Перелазят через ограждения, которые разделяют трассу. Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из главных задач госавтоинспекторов. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести их последствия, госавтоинспекция Республики на постоянной основе организовывает профилактические мероприятия. Они проводятся на маршрутах патрулирования. Прежде всего, наша задача, задача госавтоинспекции – это предотвращение дорожного транспорта в происшествии, ввиду чего мы проводим профилактические беседы с водителями. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево, Черкесия, Уджиктинский район. Награда нашла своего героя. Совсем недавно на вечное хранение семьи Хайркизовых передали звезду Героя России, которой был награжден наш земляк Кичибатыр Хайркизов в 1995 году посмертно. О том, почему награда задержалась в столице и подвиге молодого партизана, вестям рассказал племянник Рамазан Хайркизов. Награда Кичибатыра с 1995 года в Москве пролежала. Это произошло... Мы это узнали не сразу, когда перед Новым годом Владимир Владимирович выступал и задавали вопрос ему. Я тоже задал вопрос. Задал вопрос о том, вот так-то так у меня герой не получил награду. Ну, оттуда уже позвонили нашему руководству, руководству у меня связались со мной. Да, позвонили с Москвы, что с 1995 года лежит награда Кичибатыра. Вот. И нужно найти человека, который очень близкого ему человека. Ну, таким близким человеком оказался я племянник. Это родной брат моего отца, младший брат. Ну, нужно было доказать, что я действительно его племянник. Пришлось... Девчата с органов наград, нашего президента, они позвонили мне, связались мы. Вот они мне позвонили, чтобы я собрал документы, что доказывающие, что Кичибатыр и мой отец – родные братья. И второе, что я сын именно Юсуфа, брата Кичибатыра. Вот такие документы мы собрали. Перечень есть. Тут, конечно, очень трудно было. Свидетельство о рождении отца не сохранилось. Тогда же, вы помните, как было это дело. Кичибатыра нашли. У него ЗАГС, проведенную запись записи. Правда, тоже девчата, которые работали в райзаксе, тоже помогли архиву копаться там. В общем, нашли то, что требовали с Москвы, какие документы нужны были. Быть художником – значит верить в жизнь. В картинной галереи Черкеска проходила выставка художника Эдуарда Хавцева. Его творчество – это яркий пример того, как человек может молча выразить свое внутреннее состояние на холсте. Что вдохновляет молодого художника на создании картин в стиле авангарда? Смотрите в нашем материале. Закрывать глаза, чтобы видеть, творить и создавать – высшая степень искусства. Как и у любого художника, композитора или поэта, композиции рождаются из эмоций к определенным событиям в жизни, из любви к природе, разочарованием и даже потери. Эдуард Хавцев – молодой художник, который видит мир через призму собственного восприятия. Для него важно, чтобы зритель увидел в картине отражение себя самого – частицу собственной души. Взяв в руки кисть и акварелия, могу передать то, что нельзя сказать словами – делится автор картин, представленных в картиной галереи Черкеска. Только так могу выразить все, что иногда не могу сказать, не всегда могу объяснить. Вот выражаю так. Для многих, наверное, это все-таки непонятно. Все какой-то ищут двойной смысл или еще что-то. Ну, я не знаю. Это мое отражение событий. На выставке картин в стиле «Авангард» присутствовали почетные гости, среди которых был министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Он высоко оценил творчество художника и предложил различные идеи для дальнейшей реализации картин. Ведь для ценителей искусства и самого автора очень важно сохранить тот самый художественный стиль, который отразился в памяти как отрывок из собственной жизни. Глядя на работу, я думаю, что абсолютно легко будет сделать вот эти работы популярными, потому что в них во всех виден стиль, в них во всех видна применимость. Это вполне могут быть и дизайнерские работы, скажем так, дизайнерные вещения. Это могут быть и тематические работы. Каждая композиция художника состоит из симбиоза множества деталей, оттенков, контрастов, которые сливаются в один общий образ с глубоким философским смыслом. Такой необычный стиль привлекает внимание и толкает на самый популярный вопрос. Что же вдохновляет создателя таких сюрреалистических шедевров? По словам самого автора, секрет вдохновения очень прост. Это любить и принимать жизнь такой, какая она есть. Ведь каждое событие в жизни можно сохранить не только в памяти, но и на бумаге. Как вообще создавался такой шедевр, такая картина? Ну, не знаю, мне как художнику очень сложно что-то объяснять. Я рисую без эскизов и без заранее какой-то подготовленной темы. Поэтому они у меня все... Получается, сели и нарисовали, да? Все нарисовал. У меня нет ни замысла, я ничего не планирую. Оно как-то льется потоком. Примечательно, что у Эдуарда нет художественного образования. Он по большей части художник-самоучка. Но многие его работы хранятся в частных коллекциях, а некоторые уже отправились в другие страны. Творчеством художника все чаще интересуется молодое поколение. Сам автор очень трепетно относится к тем, кто только учится рисовать. Но сам бы не хотел обучать других. Художник считает, что занимаясь академизмом, теряется харизма. Майя Хамдохова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. На высоте 2000 метров над уровнем моря в Архидзе заключили брак молодые пары. Этим торжеством завершили летний свадебный сезон выездных регистраций. В финальной церемонии приняло участие рекордное количество пар – всего 8. Они приехали из разных городов из регионов России. Это и Москва, и Республика Татарстан, Краснодарский край и Тульская область. Заключительный сезон в рамках проекта «Свадьба на высоте» прошел на южном склоне. Высотная площадка для регистрации брака на фоне гор стала популярной. Уже зарегистрировано 40 пар. Ранее церемонию бракосочетания проводили на северном склоне. Приятно, весно, что молодожены решили разделить свой праздник с нами в этих прекрасных декорациях, роскошных гор и чудесной, красивой горной природы. На курорте прошло уже достаточно большое количество свадебных регистраций. И это ни в коем случае не итог. Проект будет жить. И в ближайшее время мы вдохнем новую жизнь в проект «Свадьба на высоте» на территории курорта «Архыз». Следите за нашими анонсами. Фишкой сегодняшнего мероприятия, сегодняшней регистрации брака, стал огонь, привезенный с выставки ВДНХ «Сердце России», который был зажжен в начале года президентом нашей страны Владимиром Путином. Мы привезли ее летом, из Москвы в начале лета, и вот сегодня от этого очага, от этой лампадки мы поделились теплом с нашими дорогими молодоженами. Сегодня День грибов. Этот праздник был создан для того, чтобы привлечь внимание к значимости грибов в нашей жизни и их важности в экосистемах всего мира. День грибов – это возможность для нас отметить важную роль грибов в питании, медицине, экологии и культуре. Осенью наступает настоящая грибная пора. В выходные дни лучшее время пойти в лес по грибы. На этом наш выпуск завершен. Следующий смотрите в 14.30. Редактор субтитров А.Семкин